напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать сегодня вспомним интереснейшие факты из советского союза и так как называлась радиопередача для пионеров которая выходила в нашей советской стране в эфир каждое утро с 1947 по 1991 год а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео пионерская зорька это детская радиогазета выходившая в утреннем радиоэфире всесоюзного радио ссср в 7 часов 40 минут каждое новое утро не только для ребят но и для их родителей начиналось веселым приветствием произнесенным звонким детским голосом здравствуйте ребята в эфире пионерская зорька солисткой какого популярного вокально-инструментального ансамбля в 70-х годах была ирина понаровская ирина понаровская джазовая эстрадная певица киноактриса телеведущая еще будучи студенткой ленинградской консерватории была выбрана солисткой вокально-инструментального ансамбля поющие гитары в составе которого приняла участие в фестивалях в сопоте и дрезден 75 где удостоилась главных призов в 1976 году став популярной эстрадной певицей ирина понаровская покинула виа какой ингредиент не входил в состав любимого леонидом ильичом брежневым салата кремлевская хряпа считается что хряпать это есть хрустом и аппетитом словаре ушакова говорится хряп это верхние листья в капустном кочане которые не идут в пищу возможно название намек на то что сделать салат можно даже из немного залежавшийся в холодильнике капусты поэтому в легендарный брежневский салат кроме хрустящей капусты входит морковь свекла лук уксус подсолнечное масло но картофель в салат не входит кто из глав ссср выступал с докладом о культе личности и его последствиях на закрытом заседании 20 съезда кпсс состоявшемся 25 февраля 1956 года никита сергеевич хрущев выступил с секретным докладом о культе личности и его последствиях он осудил деятельность умершего в 1953 году вождя сталина и призвал к борьбе против произвола лиц злоупотребляющих властью кто такие кулаки зажиточных крестьян которые использовали наемный труд и занимались ростовщичеством называли кулаками в конце 1920-1930 годы в рамках коллективизации было проведено раскулачивание принудительное изъятие собственности термин возник еще в царской россии слово кулачики упоминается в 17 веке в грамоте царя алексея михайловича со временем оно стало использоваться в более простой форме кулаки какой диаметр был у советской однокопеечной монеты выпускавшийся с 1961 по 1991 год одна из важных характеристик монеты это ее диаметр самая маленькая советская монета 1961 1991 годов это одна копейка ее диаметр равнялся 15 миллиметрам а вес составлял 1 грамм сколько в ссср длилась производственная гимнастика с 1961 по 1991 год по будням в 11 часов ровной до 11 часов 10 минут на первом канале всесоюзного радио вроде эфир и радио точках практически всего союза шло вещание передачи производственная гимнастика ведущие заслуженный мастер спорта трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике ирина назарова и диктор всесоюзного радио владимир костылев в какой республике ссср действовала подпольная организация молодая гвардия молодая гвардия это советская подпольная антифашистская комсомольская молодежная организация юношей и девушек так называемых молодогвардейцев действовавшая в годы великой отечественной войны с сентября 1942 года по январь 1943 года в основном в городе краснодонья ворошиловградской области украинской ссср кто такой кузьма петров водкин кузьма сергеевич петров водкин советский живописец график теоретик искусства заслуженный деятель искусств рсфср его искусство многогранно и противоречиво в его творчестве доминируют психологизированные образы и самая знаменитая его картина купание красного коня через сколько лет после терешковой в космос полетела вторая женщина космонавт советская свой космический полет валентина терешкова совершила 16 июня 1963 года она навсегда вошла в историю как первая женщина космонавт а также как единственная в мире женщина совершившая космический полет в одиночку а светлана советская отправилась в космос через 19 лет в августе 1982 года отношения с какой страной характеризовались термином карибский кризис карибский кризис это исторический термин определяющий чрезвычайно напряженное политическое дипломатическое и военное противостояние между ссср и сша в октябре 1962 года он начался после размещения американцами ракет средней дальности на территории турции в ответ ссср начал размещать свое вооружение на кубе страны были в шаге от большой войны но кеннеди и хрущев пошли на переговоры и достигли соглашений дополните известный лозунг советская значит советская значит отличная этот лозунг помнит в нашей стране многие он возник когда на смену непу пришел период промышленного роста и отечественный рынок наводнили товары собственного производства кто был единственным космонавтом ссср имевшим звание героя советского союза еще до полета на орбиту георгий тимофеевич береговой летчик космонавт ссср и дважды герой советского союза единственный кто удостоен первой звезды героя за великую отечественную войну а второй за полет в космос береговой совершил свой космический полет в 47 летнем возрасте за какой километр отправляли репрессированных а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео 101 километр это неофициальный термин который обозначал способ ограничения в правах применяемый в годы репрессий репрессируемым и их семьям запрещалось жить в пределах 100 километров от москвы и других крупных городов позднее подобной высылке подвергались тунеядцы диссиденты рецидивисты и осужденные по особо тяжким статьям туда же во время олимпиады 80 выселяли всех неблагонадежных какой летчик трижды герой советского союза участвовал в корейской войне иван никитович кожи дуб советский летчик трижды герой советского союза наиболее результативный летчик истребитель великой отечественной войны псевдоним во время боевых действий в составе группы советских военных специалистов в корее крылов сколько раз в ссср проводилась перепись населения переписи населения за время существования ссср проводились 7 раз данные о численности населения собирались в 1926 1937 1939 1959 1970 1979 и 1989 годах в 1957 году в ссср запретили называть города в честь кого 11 сентября 1957 года вышло постановление президиума верховного совета ссср в соответствии с которым городам и заводам было запрещено давать имена партийных деятелей при их жизни а вот после смерти увековечивать вождей и прочих государственных мужей не воспрещалось в какой отрасли советской промышленности возникло виноградовское движение виноградовское движение это движение многостаночниц в текстильной промышленности оно названо в честь ткачих евдокии марии виноградовых которые в 1935 году поставили всесоюзный а потом и мировой рекорд производительности труда они стали обслуживать 70 100 144 а затем 216 станков спустя три года ткачих и виноградовы освоили участок в 284 станка после этого на всех ткацких предприятиях начали переходить на сверхуплотнение какое ежемесячное пособие получали молодые мамы в ссср в восьмидесятых годах начиная с 1982 года с целью повышения рождаемости был введен отпуск по уходу за ребенком до достижения им полтора летнего возраста при этом за женщиной сохранялось рабочее место и выплачивалось ежемесячно пособие в размере 30 рублей а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте для чего предназначен этот советский прибор в данном коротком ролике в следующем выпуске в следующем выпуске Напишите в комментариях ваш вариант ответа, для чего предназначен этот советский прибор. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.